Девушки отдыхают Не знаю, какая сила меня удержала не расплакаться, потому что я не умею просто плакать. А так очень все трогательно. Я не знаю, с каждым годом все лучше и лучше открытие. После прошлого года я думала уже, ну что еще можно придумать. Первыми на ковры вышли женщины. Из-за многообразия стран-участниц Востока гран-при негласно назвали чемпионатом Азии, в котором властвовали представители Поднебесной. На счету китаянок пять наград высшего достоинства. Ровно половина всего золотого запаса турнира. Шанс подняться на высшую ступень педестала предоставился трем россиянкам, среди которых была и красноярка Юлия Пранцевич. Но, увы, золото наши девушки взять так и не смогли. Две-три медали нас устроили. Вот те девочки, которые попали в финал, хотя бы они выиграли. Турнир он очень жесткий стал. Наши девочки не готовы к такому. В мужском разряде красноярцы также остались без золотых медалей. На тот момент действующий чемпион турнира Исраил Касумов не смог даже выиграть бронзу, что в очередной раз подтверждает возросшую конкуренцию на турнире. Порадовал молодой борец начинку Улар, поднявшийся на третью ступень педестала. Аналогичный результат и у Юрия Белановского. А вот ближе всего к победе был Анзор Уришев, но на его пути к золоту в очередной раз встал олимпийский чемпион Абдул-Рашид Садулаев. Соперник непростой. Анзор Уришев. Мы с ним уже давно знакомы и не раз попадались на соревнованиях. Практически мы знаем каждую точку. Сегодня мы сделаем определенные выводы после этой борьбы. Но считаю, думаю, что это будет всплеск, большой всплеск будет после такого, как бы, не то что падения, просто немножко не все на кого рассчитывали, не все себя проявили так, как мы хотели. А вот у кого повода нет для беспокойства, так это у главного тренера мужской сборной. Россияне взяли 8 из 10 возможных золотых медалей. Дважды потеснить наших борцов удалось только американцам Дэвиду Моррису Тейлору на лопатки положившего турецкого спортсмена и олимпийскому чемпиону Кайлу Снайдеру. Второй матч немного сложный. Антон Соркин, Андрей Ткачук. Афонтова Новости.